Всем привет! Вы на канале Жизнь в Германии от Эльвиры. Я Эльвира, это моя кухня. И сегодня я буду готовить салат с таким простым названием, как загадка для гостей. Для нашего салата понадобится не так много продуктов. Это майонез, куриное филе, которое я заранее отварила и остудила. Это кукуруза, консервированная, 1 огурец, 6 яиц, немножко подсолнечного масла для жарки самих омлетов и зелень для украшения. Для начала мы из наших яиц пожарим такие блинчики. И пока они будут остывать, мы будем заниматься остальными продуктами нашего салата. Наши блинчики будем жарить не сразу, собьем все 6 яиц, а так постепенно по 2 яичка. Вот я посолила, поперчила, теперь это надо будет хорошенько взбить и потом пожарить. Блинчики мы пожарили, теперь займемся остальными продуктами. Нарежем филе тонкой полоской и огурец тоже тонкой полоской. Огурец, филе у нас уже порезано, теперь осталось порезать только блинчики. Один блинчик я оставила, я его резать не буду, потому что он пойдет на украшения. Остальные мы сейчас тоже порежем. Для этого мы наши блинчики свернем рулетик. Не страшно, если блинчики не получатся все идеальные, красивые. Мы их и так будем сейчас резать на соломку. В моем случае необходим только один красивый блинчик, чтобы его поставить на тарелочку. Скрутили наши блинчики в сал трубочки и теперь нарежем тоже полосочку. Вот так и получились наши блинчики уже в разрезанном виде, такие полосочки. И теперь приступим к сбору самого салата. Посуду, туда я уже высыпала огурец. Теперь высыпаем филе, которое мы нарезали, кукурузу и непосредственно сами блинчики. Все высыпаем в тарелку. Слегка посолим, поперчим, заправим майонезом и потом будем уже собирать сам салат. Салат я перемешала, я забыла сказать, что я оставила чуть-чуть кукурузы для украшения, не высыпала ее всю сюда. Теперь мы непосредственно займемся сборкой и украшением салата. Салат уже готов, его можно кушать, но мне хочется его немножко украсить. Для дальнейшего я взяла вот такую мисочку, сейчас положу в нее блинчик и туда буду слаживать весь салатик. Ну вот, я уложила, теперь возьмем наше блюдо, на котором мы будем подавать наш салат. Положим его вот так и перевернем. Тем самым у нас получится вот такая красивая шляпка. Теперь ее надо разровнять и украсить по вашему желанию. Украшать я буду огуречком, который нарезала на терке для морковки по-корейски. И делаем вот такие полосочки. Сам бортик. Еще раз повторюсь, каждый украшает по своему желанию. То, что украшаю я, это не обязательно. Это просто мое желание на сегодняшний день вот так украсить этот салат. Если вы все имеете свои фантазии, у кого-то может быть получится красивее, интереснее, напишите в комментариях. Мне будет интересно посмотреть другие варианты украшения. Кто не подписывал, не подписался еще на меня, пожалуйста, подписывайтесь. Я рада каждому подписчику. Пишите комментарии. Делитесь своими рецептами. Я буду делиться своими рецептами, своими впечатлениями. Сделаем из укропчика и пару перышек на наши шляпки. Ну вот, посмотрите, что у нас получилось. Мне кажется, это действительно будет настоящая загадка для ваших гостей. Потому что увидят, где такую шляпку, им будет очень интересно посмотреть, что же внутри. Наш салат готов. Пришло время прощаться. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.